Всем привет, меня зовут Ариана, и вы смотрите юбилейный пятый выпуск «Молодежной среды» совместного проекта Молодежного парламента при Гродненском областном совете депутатов, телеканала «Гродно плюс» и медиа-центра 40-й школы. Ну что, готовы окунуться в новости из мира молодежи? За две недели посетить ряд исторических достопримечательностей Беларуси и России на поезде. Звучит интересно, но маловероятно, так ведь? Но нет, почти 300 подросткам из 8 стран мира выпала возможность поучаствовать в таком проекте. Подробнее в следующем сюжете. Поезд памяти прибыл в Гродно. Культурно-образовательная патриотическая акция проходит уже в третий раз. Почти 300 участников из 8 стран за две недели посетят ряд исторических объектов Беларуси и России. В этом году к акции присоединились ученики из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Стартовал проект 20 июня в Бресте. Второй точкой маршрута стал Гродно. Здесь участников встретили со всей белорусской гостеприимностью и пожелали активно провести время в нашем городе. От Гродненской области в проекте принимают участие 8 лучших учащихся. В этом году также будет поезд, который поможет тем ребятам, которые не попали в основную часть проекта, также вот себя реализовать в рамках деятельности уже подвижного состава, но на территории нашей страны. Поэтому очень активная работа, все бодры, все готовы к новым приключениям. Ну и, конечно, поезд памяти продолжит свой маршрут по следующим городам. В Гродно ребята посетили новые старые замки, Каложскую церковь, Лютранскую кирху и парк Жилибера. А также прогулялись по центральным улицам города. Разнообразие впечатлений объединило участников акций, а некоторые уже успели и подружиться. Разные культуры, разные религии, то, как они на это смотрят. Вот, поэтому, на самом деле, это очень круто побывать здесь, провести вместе 15 дней и, в принципе, найти общий язык. Всего за 15 дней ребята проедут около 10 тысяч километров, а также посетят историко-культурные объекты Белоруссии и России. Завершилось яркое путешествие торжественным парадом 3 июля в Минске. Выпускные в школах прошли в начале июня, а вот в университетах только в последних числах. Где же можно собрать всех отличившихся выпускников, чтобы поблагодарить их за выполненную работу, попрощаться с ними и отметить их успехи? Конечно же, на балу. Да не на простом, а на ректорском. Подробнее в следующем сюжете. Продолжение следует... Это не просто годы учебы, а целая жизнь длиной в 4 курса. Университет, который дает шанс, возможность реализовать себя в различных сферах. Не только в учебной, не только в общественной, но также и в научной сфере. Для меня университет частичка меня, частичка моей души. И я даже не до конца осознаю тот момент, что действительно покину стены этого прекрасного учебного заведения. Для самих выпускников ректорский бал – событие не менее важное и торжественное, чем сам выпускной получение диплома. Для администрации университета это торжество ежегодное и вместе с тем не менее трепетное. Ведь эти ребята – гордость вуза. Весь год одиннадцатиклассники трудились, не покладая рук. Недавно сдали все экзамены, получили заветные аттестаты сертификаты. И вот теперь, в самый жаркий месяц лета, пришло время подавать документы. Ежегодно в первые дни приемной кампании в университетах многолюдно и очень волнительно. Как это было, рассказали в следующем сюжете. Жаркая пора приемной кампании началась традиционно в середине июля. К этому времени выпускники уже успели сдать выпускные экзамены, ЦТ и Ц, а также определиться с вузом. Возле учебного корпуса на Ленина ежегодный ажиотаж. В первые часы работы приемной комиссии абитуриенты выстраиваются в очередь, чтобы подать документы. Я технарь, мне за плечами 11 лет школы. Изначально выбрал профессию инженер-энергетик, но в процессе я понял, что не мое это немножко. Я решил сейчас свою жизнь с программированием, пойду на компьютерную физику. А вот Елизавета Егорова поступает на специальность правоведения. Правоведение. Девушка родилась в семье юристов и теперь решила продолжить династию и начать обучение в одном из лучших университетов страны. Она набрала 395 проходных баллов из 400 возможных. По обществу ведения у меня не составило труда, просто учусь в школьную программу, знать ответ буквально на каждый вопрос, наверное. И, собственно, так и получила свои первые 100 баллов. Почему именно правоведение? Тут тоже, в принципе, такая же ситуация. Начался мой дедушка, который поступил на эту специальность, продолжил мама, тетя, ну и вот сейчас я. Ежегодно Куполовский университет принимает более 2000 абитуриентов. В этот раз бюджетный набор увеличен на 250 мест. Учиться будут 1329 человек. И это особенность вступительной кампании 2024 года. А вот об особенностях приемной кампании в медицинском университете говорить не приходится. Из года в год количество желающих быть студентом одного из лучших медицинских вузов в Беларуси только растет. В Гродно едут целенаправленно. Кто-то пробует поступить уже во второй раз. Подавала в прошлом году, не получилось, приехала подаваться в этом. Хочу на педиатрический факультет, очень люблю детей и хотелось бы связать с этим свою жизнь. У меня две старшие сестры, у них, когда я была в раннем возрасте, появились дети, и я с ними сидела, поэтому, не знаю, мне как-то это по душе. В этом году приемная кампания разделена на несколько этапов. Зачисление победителей университетской олимпиады, конкурс абитуриентов по целевым договорам, зачисление на бюджет и платную форму обучения. Официально студентом уже стал 371 человек. Мы уже зачислили 28 победителей университетской олимпиады на бюджетную форму обучения. На целевую форму зачислены два победителя республиканской олимпиады по биологии. И уже на бюджетную форму подали документы четыре победителя республиканской олимпиады по биологии. В медуниверситете отмечают, абитуриенты этого года мотивированные и очень талантливые. Поэтому следующие несколько лет они проведут интересно и незабываемо в стенах Гродинского государственного медицинского университета. А вот абитуриентам аграрного вуза сначала еще нужно поступить. И чтобы не ошибиться с профессией, перед подачей документов будущим студентам рассказывают о факультетах и специальностях, а также новинках и преимуществах в обучении. Есть среди поступающих и те, кто уже определился с профессией. Выбрал вуз я еще, грубо говоря, с самого детства. Мне всегда нравилась ветеринарная медицина, общение с животными и все такое. Химия и биология обязательно нужны. Ну, биология, потому что строение животных, как они питаются и так далее. А химия нужна, чтобы знать, какие препараты, если что, давать животным. Самый высокий балл при поступлении в этом году – 352. А самая востребованная специальность – менеджмент. Более 4,5 человек на место. На финансы и кредит конкурс чуть меньше – 3 человека на место. Как раз эту специальность и выбрала Майя Кижук. Говорит, университет присмотрела давно и весь последний год готовилась к вступительным испытаниям. Этот университет мне давно уже нравится. Я планировала сюда поступать, а специальность, она, наверное, мне ближе всего. То есть, ни творческая, ни техническая, ничего такого, наверное, экономика. Жаркая пора приемной кампании к началу августа начинает спадать. Именно в это время абитуриенты смогут узнать, кто же стал частью большой студенческой семьи трех вузов Гродно. А сегодня у нас в студии абитуриентка… абитуриент же, да? Нет, уже студентка. Студентка Купаловского вуза Анастасия Чернецкая. И мы решили лично у нее спросить, как прошла вступительная кампания 2024. Привет, Настя. Привет, Ариана. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Ну, меня зовут Настя. Я окончила среднюю школу номер 13 имени Владимира Тихоновича Цаба. И в этом году поступила на специальность журналистика в Гродницкий государственный университет имени Янки Купала. Вот говорят, что на журналистику поступают самые одаренные. Тяжело ли тебе было поступить? Конечно, на журналистику поступают творческие и трудолюбивые ребята. Но я не могу сказать, что мне было тяжело поступить, потому что я весь год готовилась, и это действительно мне нравилось и приносило удовольствие. Что повлияло на выбор этой специальности? Я с детства понимала, что хочу творческую, но важную для нашей страны профессию. В будущем я хочу стать репортером, есть те люди, которые меня вдохновляют. И в первую очередь это репортер Анастасия Бенедесюк, которая выиграла национальный телевизионный конкурс «Телевершина-2024» в номинации «Репортер». Именно она снимала репортаж о полете в космос Марину Василевской. И тогда я поняла, что работа репортера бывает очень захватывающей, и журналисты могут попасть туда, куда многим людям попасть невозможно. Настя, давай вспомним с тобой школьные экзамены. К «Ц» я готовилась полтора года, потому что история – это довольно сложный предмет, очень много дат, которые нужно запомнить, и поэтому я решила потихонечку, но немножко подольше готовиться, чтобы быть уверенной в своих силах и прийти написать достойно. Довольна своими результатами? Да, историю я написала на 95, русский язык на 89, немножко поменьше, но если переводить в десятибальную шкалу, то это десятки. Сорвала два джекпота. Это да. Настя, расскажи, пожалуйста, как прошла вообще сама вступительная кампания? Говорят, что там несколько этапов. На журналистику два этапа вступительных испытаний. Первое – это сочинение. И второй этап – это устное собеседование и редактирование текста. К этому нас готовили на курсах после того, как мы подали документы. В течение недели мы занимались преподавателями кафедры журналистики, получали все необходимые знания, чтобы с легкостью справиться с вступительными испытаниями. Вот я вижу у тебя портфолио. Расскажи, пожалуйста, как долго ты его делала и тяжело ли это было? Ну, портфолио я делала два месяца. Затумка была рассказать историю о моем пути в журналистику. Здесь я собрала самые яркие моменты со своей творческой деятельностью, школьной жизнью. И уже какие-то первые шаги в медиасферу также оставила здесь. Я, кстати, знаю, что журналистики делятся на специализации. Аудиовизуальная и веб-журналистика. Ты уже определилась, на какую пойдешь? Я думаю, что мне ближе аудиовизуальная журналистика, потому что я люблю общаться с людьми вживую, работать на камеру. Но я считаю, что современный журналист, он должен продвигать свою деятельность сейчас в интернете, так как каждый человек в первую очередь получает информацию из своего телефона. Но я знаю, что у тебя есть телеграм-канал. Расскажешь? Да. Я веду телеграм-канал. Это книжный блог. Но так как я люблю читать, я решила рассказывать о книгах своим друзьям, знакомым, ну и продвигать его через ТикТок, чтобы привлекать аудиторию извне. Назови на него название или, может, это тайна? Нет, это не тайна. Телеграм-канал называется «Чурничная библиотека». Подписывайтесь. Читаю сейчас книгу. Антиутопия какая-то. Правда, ничего не понятно. Можешь посоветовать какую-нибудь три классные книги? Конечно. Я могу посоветовать прочитать тебе Михаила Булгакова «Мастера Маргарита». Это мой самый любимый роман. «Ремарк. Триумфальная арка» и «Тестоевский. Преступление и наказание». Спасибо большое. Спасибо большое, что ты к нам пришла. Удачи тебе в будущем. Спасибо. Работать летом все-таки очень похвально. Но, с одной стороны, почетно, а с другой – ответственно. Молодежь Гродна, к слову, времени зря не теряет. В следующем сюжете рассказали, где работают, кем и сколько обещали заплатить. Олеся Забела. Учащийся третьего курса. Получает профессию продавца-кассира. Совсем скоро девушка станет квалифицированным специалистом. Поэтому во время летних каникул решила время зря не терять и окунуться в будущую профессию. В составе студенческого отряда она уже неделю работает в магазине. Я занимаюсь больше выкладкой товара. Изучаю ценники, новые товары. Да, опыт появился, конечно. Я прихожу, надеваю свою форму. Иду здоровой с коллективом. Потом нам дают работу. Разлаживайте товар. Мы разлаживаем. Потом дают такую же работу. В принципе, мы пока что только этим и занимаемся. Иногда поправляем там, чтобы было все красиво. В магазине бойцам студенческого отряда тоже очень рады. Помощь существенная. Да и обучать новичков опытные сотрудники готовы. Работают молодые люди с 9 утра и до 5 вечера с понедельника по пятницу. Сначала ребят учат о замработе в торговле. Лампа будет в отделе. Там где лампочки. Нектары добрые, они здесь. Ричи идут под названием «Рич», они с буквочкой «Р». Работа в студенческом отряде для любого студента или школьника – это вызов. Новые знакомства, трудовые обязанности, незнакомый коллектив. Но вместе с тем – это большой опыт и возможность завести друзей. Заработать свои первые деньги. За месяц в магазине ребята получат около 500 рублей. Нужно. Особенно в летние периоды это вообще очень нужно. Потому что нехватка рабочих людей и рук не хватает. И летние периоды, как правило, время отпусков. Вообще, вот в моей трудовой всей деятельности – это первая вот такая практика. Поэтому, ну, интересно. Интересно, интересно то, что, во-первых, лишние рабочие руки. Это уже нам плюс. Во-вторых, как бы интересно учить. С вами была Ариана. Пятый выпуск «Молодежной среды» подошел к концу. Я с вами прощаюсь. И пойду собирать новости для следующего выпуска. Ариана. 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 Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова